В истинном берегу реки Ина находился небольшой рыбацкий поселок. Жил в нем очень сильный и высокий богатырь по имени Голин. Однажды рыбаки заметили, что все меньше и меньше рыбы вылавливаются из ин. Они не понимали, почему в ней становилось все меньше и меньше воды. Реки начали высыхать. Рыбаки не могли прокормить свои семьи. У них не было денег, потому что они не могли продавать по имену имя рыбу. Жилось им все хуже. С каждым днем поселок покидали жители. Люди приезжали в дорогие ближайшие поселки. Великан Голин мог свыкнуться с мыслью, что ему придется уехать из поселка со своей семьей. Он решил найти причину нехватки рыбы в реке и почему у нее стало мало воды. Он прошел вверх по реке в сторону забродя. Сразу в деревне увидел большой камень, который заблокировал течение реки. Он сразу понял, что это он был причиной высыхания ины. Жители заблодя рассказали ему историю о злой волшебнице. Волшебница эта однажды ради забавы и назло людям решила волшебным способом столкнуть огромный камень с горелотника прямо на деревню заброд. Однажды камень упал в русло реки и заблокировал ее течение. Голин был очень сильным и вытянул огромный камень из реки. Он тащил его целую ночь по направлению к своему дому. Хотел показать оставшимся жителям в своей деревне, что было причиной высыхания реки. Голин хоть и был очень сильным, но пока катил камень, несколько часов устал. Он решил оставить камень посреди парка. Вернулся в свою деревню и увидел, что ее жители поверили, что река течет в старом уросле и несет в себе много рыбы. Богатыр рассказал им историю о злой волшебнице и о камне. Жизнь в поселке ожила. Снова люди стали возвращаться в свои дома. Со временем из маленькой деревушки вырос город Голинев. А камень, поставленный Киканском, до сих пор стоит в Голиневском парке. Продолжение следует...